Информация о платежке от Мособл ЕРЦ теперь в удобном формате. Шрифт стал крупнее, а цифры понятнее. Квитанция на оплату коммунальных услуг изменилась. На том же формате листа А4 шрифт стал крупнее, а QR-код подняли выше. Раньше он попадал на сгиб квитанции, а часть информации поменяли местами. На что нужно обратить внимание, уважаемые жители, не пугайтесь, вам квитанция придет новая, без отрывного талончика. В верхней части, в привычной части отрывного талона не будет. Но у нас с вами присутствует справочная информация, она фактически дублирует информацию в отрывном талоне. Передать показания теперь надо, отрезав справочную информацию. Здесь же появилась колонка даты поверки приборов учета и место для внесения новых показаний. Обращаем внимание, обслуживающая организация не вправе прийти раньше указанной даты поверки. В основной табличке вариативные теперь столбцы, то есть если есть перерасчет, то будет колонка перерасчет и там будет значение этого перерасчета указано. Если нет перерасчета в данной квитанции по данному лицовому счету, то эта колонка уходит и соответственно больше места на остальные колонки получается. Сведения о повышающем коэффициенте отразятся в отдельной таблице, а результат его применения в столбце и того. Это касается тех, у кого в квартире не стоят приборы учета по холодной и горячей воде. И еще одна информация для жителей городского округа. Больше для города Серпухов порядка в 30% домов стоят приборы учета по отоплению общедомовой. И поэтому вы получаете квитанцию за май месяц и в тех домах, где стоит такой прибор учета, отопление будет предъявлено к оплате. Жителей нормативных домов это не касается. За использование отопления в мае им оплата не придет.